Всем привет! Сегодняшний наш обзор посвящен наблюдательному прибору от Салаватского оптико-механического завода, биноклю модели BPC 10х50, экспортный вариант. Давайте рассмотрим комплектацию и немного поговорим о характеристиках прибора. Поставлялся бинокль вот в таком жестком кожаном кофре на застежке. Открываем кофр и извлекаем сам прибор. Вот непосредственно бинокль. Также в комплект лота входили светофильтры, желтые, повышающие контраст изображения. Кофр имеет изнутри черную обивку, здесь также в крышке окуляров располагается черную обивку изнутри и ложементы для более плотной фиксации бинокля внутри кофра. Также имеются кармашки для светофильтров, два кармашка, в которые они помещаются. И сохранилась дата выпуска на кофре. Это у нас февраль 1987 года. Серийный номер бинокля также начинается на 87, соответственно и сам прибор выпущен в 1987 году. То есть это еще в советское время. Давайте рассмотрим теперь маркировку. Маркировка на торцевых крышках призменных блоков следующая. БПЦ, бинокль призменный центральной бокусировкой. Размерность 10 на 50, соответственно кратность 10. Диаметр объектива в 50 мм. А на правой торцевой крышке следующая надпись TENTA и страна-изготовитель латиницей СССР, естественно. А TENTA это Techno Interc, то есть это перед нами экспортный вариант бинокля Салаватского. В таком вот виде они поставлялись на экспорт в страны Запада и Востока капиталистические. Передние крышки съемные, пластиковые. И задние крышки окуляров раздельные, нецельные. И переходим к самому прибору. Десятикратный бинокль. Очень удобный в использовании. Призменные блоки хватки у него. Также отличной чертой экспортной версии являются глянцевые, блестящие колпаки объективов. Очень нарядно смотрятся. Торцевые крышки призменных блоков здесь металлические и передние и задние. Что тоже повышает надежность и долговечность прибора. На ранних моделях Berkut 10 они шли пластиковые, здесь уже металл. Естественно, очень качественная сборка. Центральная фокусировка работает очень плавно. Наводится на резкость одно удовольствие. Мосты окуляров, люфтов абсолютно никаких не имеют. Все очень плотно собрано, качественно. Диаптрийная коррекция правого окуляра также вращается плавно и мягко. То есть сразу видно, что модель экспортная. Очень качественно собрана. И естественно имеет отличные оптические характеристики. Угловое поле оптической системы составляет 6 градусов. Линейное поле зрения составляет 105 метров на 1000. Диаметр выходного зрачка соответственно 5 миллиметров. Удаление выходного зрачка 15,3 миллиметра. Предел разрешения 4,5 угловых секунды. Коэффициент усиления света 25. Это хороший показатель, то есть бинокль пригоден для ведения наблюдения в условиях с пониженной освещенностью и в темное время суток. Благодаря большому диаметру входного зрачка. Сумеречный фактор составляет 22,4. Это тоже хороший высокий показатель. Габариты внешние. Высота 180 миллиметров, ширина 185 и глубина 63 миллиметра. Вес составляет 880 грамм. Вес достаточно небольшой для такого габаритного бинокля. Удобный эргономичный корпус. И естественно высокое качество изображения. Очень понравилась картинка мне с этого бинокля. Она, во-первых, и яркая, и резкая. С высокой детализацией. Хроматические аберрации присутствуют на минимальном уровне. То есть здесь использовано стекло БАК-4. Каптическое, качественное. Просветление объективов фиолетового. А просветление окуляров темно-сиреневого. То есть цвет просветления объективов и окуляров отличается. Цветопередача слегка смещена в теплые тона. То, что касается поля зрения, оно не рекордное, но комфортное для ведения наблюдения. Опять же, если подогнуть наглазники, выгнуть их наружу, то поле зрения заметно становится шире. Наглазники здесь средней глубины. То есть незначительно, но срезают видимую часть поля зрения. Поэтому, если вы любите картинку пошире, то подгибайте их наружу и получайте заметно более широкое поле зрения. Дисторсия бочкообразная, слабо выраженная. Геометрия правильная по всему полю зрения. Далее стоит отметить высокую светосилу прибора. Насыщенную цветопередачу. Вот эти модели десятикратные, салватские. Они славятся своей насыщенной цветопередачей. И очень приятной для глаза картинкой. В целом же прибор производит впечатление очень качественно собранного продукта. Который отлично справляется со своими задачами. Выдает великолепную картинку, качественную и резкую. И обязательно будет радовать своего владельца долгие-долгие годы эксплуатации. Он вас не подведет в любой ситуации. Пригоден для использования как в стационарных условиях, так и в полевых условиях. Надежен, качественно собран. И при правильной эксплуатации, опять же, прослужит вам многие-многие годы. Вот такой вот замечательный прибор от Салаватского оптико-механического завода. Модель BPC 10х50 Тента. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал Хорошая Оптика. Впереди вас ждет много интересных роликов. Продолжение следует... Продолжение следует...